То, что я вам сейчас расскажу, это абсолютно секретная вещь. И за то, что я вам сейчас это расскажу, вы должны мне памятник поставить при жизни. Потому что то, что я сейчас расскажу, я говорю, памятник при жизни. Я не хотел это рассказывать никому. Это единственное, реальное, абсолютно рабочий способ переспать с любой женщиной, которой ты хочешь. Там единственное слово, это не должен быть лучший. А так это стопроцентная формула. Сто процентная, не 90, а не стопроцентная форму. Я не шучу. В смысле, в чем это отличается? Как женщина измеряет собственную значимость? Я вам вопрос задаю, вы меня ответили. То есть главный маркер. Как женщина измеряет, как понимает свою значимость? И для женщин, кстати, точно так же справедливо формула, что и для мужчин. То есть мужчина, долюбленный матерью, он четко знает, чего он стоит, и он ни под кого не прогибается. То же самое у женщин. Девочка, долюбленная родителями, никогда не будет размениваться на дешевые комплименты и прочую еду. Она будет отдаваться только тому, кто по-настоящему достоин. Когда девочка недолюблена родителями, она потребовала ложиться, лишь бы что-нибудь хорошее услышать в свою сторону. Так вот, женщина измеряет свою значимость по тому, какие мужчины хотят с ней спать. Поэтому женщина начинает падать значимость. В инсту начинают лететь, живут сиски, колени, бедра, пляжи. Когда происходит активация ее толпы куколдов, которые там огонечки шлют, чуть-чуть отлегло от сердца, можно продолжать жить. И вот смотрите, здесь какая тема. Значимость, значимость для женщины в данном случае, она таинственна. Вот я познакомился с девушкой, допустим, да. Пока я не... Единственная вещь, которая у меня есть, ее нужно хранить как девственность, женщина нужно хранить. Это мое невысказанное мексуальное желание в ее сторону. Вот в момент, когда я дал ей однозначно понять, что она мне нравится, собственно, сюда. Можно собирать манатки и давать куколдистанатку, куда ты принадлежишь. Объясняю. Формула 100% соблазнения заключается в следующем. Создать сообщение о том, что ты доминантная особь, высокозначимый человек. И не дать этому никаких пояснений, как так вышло. То есть, создать впечатление, что ты значимый человек. Не дать никаких объяснений и пояснений тому, как это произошло. И не проявить открытого желания в сторону женщины. Все. Почему она захочет переспать с тобой, и она переспит с тобой в таком случае? Потому что ее самооценка будет уничтожена. Когда женщина поняла, что ты крутой, но она не понимает, как ты стал крутым, твоя значимость умножается в 20 раз. Почему? Самый страшный злодей – это тот, которому не дали никакого четкого объяснения. Она начинает сидеть и сама с запасом придумывать, кто ты и как ты. Ее это побуждает очень сильно. Если ты дашь конкретную картинку, она сможет очень четко измерить значимость. Вот представьте, я вам скажу, что вам сейчас на счет упала шестизначная сумма рублей. Вы такие по 100, 200, 300, может, 500 тысяч. Спать. Непредсказуемость награды стимулирует дофаминовую систему выше, чем предсказуемая высокая награда. То есть, когда женщина узнает, что она общается с шейхом Дубая, это не то же самое, как женщина общается с каким-то человеком, который демонстрирует атрибуты успешности, но непонятно, чем он занимается и как он делает. У нее здесь больше выделяется дофамин. И не показать, что она нравится. Вот берешь, не показываешь, она сделает смыслом своей жизни, чтобы ты ее нравила. Особенно, если ты в ее присутствии будешь проявлять желание к другим женщинам. Вот сидит девушка. Она, причем, девушка становится заложницей своей красоты и своего статуса. То есть, чем больше она в себя вложилась, чем более она объективно и привлекательна, тем более у нее горит жопа. Вот она сидит, вот она вся такая крутая, а ты берешь и разговариваешь с ее подругой, ухлёстываешь за ней, на нее вообще нахуй ну внимание. У нее коллапс психики будет. И все будет зависеть только от того, насколько ты создал свою значимость в ее глазах. Вот если ты создал свою значимость в ее глазах, она понимает, что ты интеллектуал, ты умный мужчина, ты с достоинством человек, то она начинает, поймите, я вам сейчас договорю ее отвечу на вопрос, она начинает задаваться вопросами, она начинает сомневаться в себе. Что за хуйня, я постарела? Я еще не так оделась, я что, плохо пахну? Какой у нее есть единственный, а мышление – это очень болезненный процесс для мозга. Тем более для мозга красивой женщины. Это физически болезненно. Это очень энергозатратно. И это отключает выработку наркотиков внутренних в голове. Надо думать. То есть пока мы не думаем, наркотики вырабатываются эндогены. Начинаем думать, наркотики отключаются. Я вас спрашиваю, какой самый короткий способ прекратить процесс мышления и сомнений, и вычисления собственных знаний? Вот какое есть самое короткое, самое ближайшее действие для женщины, чтобы вот этот ад прекратить? Какой? Да, переспать все. Если я сейчас, если у меня сейчас тратят, то все, я красивая, все со мной в порядке. Это была какая-то ошибка, что-то вот там багануло и все. По отношению к женщинам есть только два подхода. Первый – это как бы снизу, куколтиной, ты там уговариваешь, объясняешь, что она красивая, она самая лучшая, конфеты, цветы, все. Почему женщина дает? Ну, доступ к телу она дает. Почему? Такое бывает тоже. То есть ты подарил, там сделал, еще что-то, еще что. В каких случаях тогда женщина дает? Когда ты все это ей даешь, повышаешь ее значимость, но не готов идти до конца без подкормки промежуточной, и ты начинаешь охлаждаться к ней. А когда ты начинаешь охлаждаться, она такая, нет, нет, я хочу, чтобы на меня молились, поэтому я дам тебе свою пи***чку. Я дам тебе пи***чку. А ты продолжай, пожалуйста, молиться на меня. Ну, когда ты перестаешь на нее молиться, она говорит, ну, все, ты меня больше не ценишь. А вот эти кто подарил? Анзор, Анзор. Он мне сто раз подарил. Это настоящий поступок настоящего мужчины. И есть второй подход. Третьего нету. Есть второй подход. Поэтому это правда, что для того, чтобы иметь успех у женщины, не обязательно быть самым богатым, самым красивым, самым умным или еще. Это игра. Это игра, игра очень примитивная. И она зависит только от твоей наглости, от подвешенного языка и от того, насколько у тебя нервы крепкие. У женщин с мужчинами так же работает. Да. Да, просто это считается абсолютно нормальным поведением женским. То есть абсолютно нормальным. А когда мужчина такое исполняет, у всех жук отваливается. Типа, Поттер, ты имеешь наглость использовать против меня мои заклинания. А так, да, это стандартно. Есть разница. Если бы вся разница между мужчиной и женщиной, мужчине гораздо проще быть. Смотри, в чем здесь фундаментальная разница? Она здесь очень жесткая. Для мужчины его сексуальная успешность не является основой его личности и идентичности. Для женщины является. То есть основа. То есть для женщины личный неуспех – это трагедия. Зачем жить начинала? Если секса нет, любви нет, мужа нет, детей нет. Жить нахуй рождался. Для мужчины, да, честно говоря, блядь. Пух. Да, вот подписчики напомнили случай, для тех, кто не в курсе. В общем, была девчонка, которая была в меня типа влюблена. Она меня очень сильно заебала в свое время. И она меня там оскорбляла, как-то еще что-то. Такое бывает у женщин, когда ты им не даешь, они почему-то начинают думать, что на тебя будут взываться, то ты обязательно захочешь с ними встретиться, и у вас будет большая любовь. Я не раз эту жизнь встречал. В общем, она там всячески меня доебала, я решил ее откалибровать. Я сказал, что у меня в квартире бардак, нужно убраться. Она приехала из другого города на поезде, убралась. Я говорю, ну, все, до свидания. Какое-то свидание. А я думала, а ты ты сама додумал, все, давай. Прощание, славянки. Лифт, подъезд, Саратов. Вот смотрите. Да, да, объясняю. На женщин работают самые грубые манипуляции. В этом плане они примитивно устроены. Даже когда они знают, что ты примешь такую манипуляцию, это работает. Вопрос отношений с женщиной, здесь нелинейная сложность. Знаете, компьютерные игры, в которых у него проложили левелинг, и вначале игра невыносимо тяжелая, где-то с середины сложность исчезает. Ты просто всех с одной тычки роняешь. Вот отношения мужчины и женщины, они по такому же принципу. Они богово сделаны. То есть вначале невыносимо сложно, просто невыносимо. А с середины сложность пропадает полностью. То есть, грубо говоря, я в этом случае расскажу. Я один раз переспал с женщиной, сказав ей, я говорю, я вот, напиши, пожалуйста, в инсте вот этой девчонке, у меня с ней такая классная фотка была на берегу пляжа, но я с ней не общаюсь, я как бы, типа, в контраст с ней. Будь другом. Скажи ей, типа, ты моя фанатка, ты моя фотография, как я с вами получаешь. Попроси ей скинуть. У него так же уху горело. Вот кому я сказал, ты же девушки, женщины просто вот так. Уху, ты что? Я говорю, ну давай, ну пожалуйста, мне просто эта фотография пи***цкая. Она обменная. А я ей напишу, она мне не ответит. А так вот тебе может быть еще ответить. Вот. Через пару часов я зашел в комнату, и вот эта девушка сидела на полу и просто пучила себе. Я просто открылась. Ну нахер. Это очень страшно, что я тут моя закрыта. Вот. То есть там вообще, типа, голова, ну просто, просто слетела. Нет, не на фотку. Меня ждала в комнате, что ловушку поставила. А фотку нет, это, блядь, она не взяла. Фотография вообще там ебутая. Это лучшая фотография в моей жизни, в которой я участвовал. Как фото лицо. С чем это связано? Потому что я очень жестко просадил ей сексуальную значимость. Еще жестко поднял труху. У нее возник коллапс. Нужно как-то восстанавливать ее. Самый короткий способ. Самый прямой способ. То есть все упирается в одну вещь. Создать значимость, ощущение. Если ты создал ощущение значимости, поздравляю. Не сообщай, что ты сексуально в ней заинтересован. И дальше по протоколу работай. Все. Это самый главный вопрос. Можешь ли ты создать ощущение значимости? Можно быть по факту очень крутым, но впечатление не создавать вообще. Поэтому еще работать не будет. Только многие люди думают, я накачаюсь, я не заработаю, а девки будут штабелями падать. Не падают, суки. Не падают. Вообще не падают. Потому что механизм совершенно другой. То есть люди думают, что я сейчас буду крутым, у меня значимость вырастет. То есть логику-то на самом деле природы понимаете. Это на самом деле и вправду так. Но вы своими действиями, своим поведением обнуляете все. Просто обнуляете. Вот хотите уничтожить полностью в ноль влечение женщины к вам? Гарантия. Нужно сделать все ровно наоборот. То есть сообщить ей максимально безусловное влечение. Все. То есть повышаешь ее значимость, сообщаешь ей это прямым текстом. Это самое важное, это самое главное. Я тебя буду любить до конца жизни. Все. До свидания. Я душу дьявола дам за ночь с тобой. Все, пока. То есть для того, чтобы быть успешным у женщины, нужно демонстрировать целенаправленно психопатический строй личности. Все время. То есть просто быть человеком, вот какой ты есть, воспитанный, с развитой неокортексом, с развитой префронтальной крови. Ну, извини. Нет, нужно. Нужно быть в актерском, в театральном образе психопата, социопата. И, соответственно, вы и должны понять, почему такие большие проблемы с женщиной. Потому что строго по технологии ровно наоборот все двигается. Что такое подарить цветы? Что такое ждать ее час? Что такое быть с ней галантным? Что такое приставать? Нельзя приставать к женщине. Никогда нельзя приставать к женщине. Никогда. Никогда. Пусть меня Зевс молнией по яйцам ударит, если я хоть раз в жизни, во взрослосознанных, провоцировал физический контакт с женщиной. Пусть меня до конца жизни не стоит, если хоть раз я, типа, пытался приобъять, типа, подсесть ближе, типа, тактино. Это так унизительно. Фу. Блядь, нахуй. Это максимально унизительно. В чем дело? Поймите. Если ты начинаешь касаться женщину и не идешь дальше, ты ей какую информацию сообщаешь? Ты себе какую информацию о самом себе сообщаешь? Ты ничтожество. Захотел и не пошел дальше. Если ты касаешься женщину, ты уже идешь ее е**ать. Это как пистолет. Достал, стреляй. Достал, душ, ешь. Нельзя, как бы, если ты чем-то шантажируешь, ты идешь на обострение, ты должен идти до конца, потому что если ты не пойдешь до конца после обострения, у тебя в чмо последнее запишут, и ты сам будешь знать, что ты в чмо. Нет. Эта женщина, вот нужно женщину отмариновать до такой стадии, чтобы она сама к тебе полезла, ты как-то вот еще вот так вот не уверен, и в итоге она сама все сделает, сама в тебя тратится. Потому что у нее-то нет табу на прикосновение. Она тебе руку на колено положила, если она дальше не пойдет, она от этого чумом не становится. Да? Ты там за яйца потрясла, типа в шутку, это все, это не конец общения или еще что-то, ты не ударишь ее по руке. А если ты начинаешь ее трогать, и ты останавливаешься, или она говорит, потому что я рановато, или еще что-то, все, это конечное уже, тебя побрили, ты сам себя побрил. А так как всегда есть шанс, и уважающие себя дамы не позволяют себя трогать, это какое-то... Настоящая как бы вот единственная нормальная технология, единственное нормальное как бы мастерство, это вот быть таким вот возвышенным хорошим джентльменом, и просто позволять женщине тебя... У меня когда первые разы, я это понял, когда первые разы у меня это срабатывало, у меня башня вообще слетела нахуй. Оставайте время охренных историй. Я вам расскажу. Я все очень спал, гулял со своими друзьями. Вообще прям, ну, причем не просто гулял, а там столько эмоций было. Вы знаете, когда и посмеялись, и поплакали, и подумали. И время где-то... Тут же в 5 утра меня рубило, пи***ц, а время в 8.30. Я договорился позавтракать с девушкой. В 9.30. Я вот я пишу, и думаю, слушай, что-то мне так тяжело. Давайте пораньше, типа, за мной заедешь. Она по-настоящему заезжает, и мы идем куда-то есть. Куда ты меня, типа, сводишь? Я говорю, честно, б***ь. Просто я тебя уваляю. Давай просто хоть куда-нибудь, тебе нужно кофе выпить. Очень плохо. Вот прям очень плохо. Я тяжело сопротивляюсь сну. И вот, ну, пожалуй, по-хуй, куда вообще? И вот мы сели, что-то заказал, сижу, пью. Я, по-моему, сижу вот так вот. А она говорит, говорит, я вообще мыслями еще с посиделками, со своими друзьями просто молюсь, кричусь, чтобы она быстрее доела. И если мы разошлись, я пойду, не знаю, где-нибудь спать, там, не знаю, в гостинице, в машине. Пух. Вот. И она мне говорит, ну, что, мы же пойдем в это? И говорит, что? А, просто, текстом был понятен, мне эта девушка очень нравилась, очень нравится. Я уже несколько лет, как хотел-то. Буквально несколько лет. Два года точно. Два года точно. Вот. Я настолько был уверен, что вообще, типа, между нами никаких точек соприкосновения, вот, вообще 100%. Поэтому я даже не думал, я для себя просто, ну, я когда куда-то еду, еще что-то, я всегда больше активности, как можно больше встреч. Вот. И тоже, паровозиком, цепанул, завтрак с ней, охотно, пообщаться. Вот. Вот. Она мне эту хуйню выдела, я в смысле не понял. Ну, все, пошли уже, я уже устал, я хочу. И вот это был момент, когда я понял, что мне нужно кое-что отрефлировать, что происходит. Вот. С ее точки зрения все как выглядел, что... Она, по-любому, еще там себе придумывала, что я всю ночь с другими девицами куролесил. 100%. Я выглядел так, как будто я бухал всю ночь. Вот прям. А я там сидел, в мафию играл, в антикафе, условно говоря. Да, это жестко, это жестко. И потом, когда я начал абьюзить этот протокол и все такое, я прямо понял, как он с жесткой работой. Вот у меня в 22-м году я другими вещами занимался. Последний год у меня был 21-й. И вот у меня реально были недели, когда... я не скажу, что каждый день новая девушка. У меня было, что в один день 2-3 девушки. И вот последний, который был, случай, я прямо... Ну, в общем, смысл в том, что... Я считаю, что вот то, что я вам сказал, это работает с шансом 100%. И ничего делать не нужно. Нужно просто быть хорошеньким и не нужно, блядь, лезть вперед паровоза. По сути, вопрос девушек, с которыми ты спишь, это вопрос только одного. Насколько ты можешь создать первичное впечатление у нее, что ты хорошенький. Вот если ты создал впечатление, что ты хорошенький. Все. Это тоже похуй. Там, это вопрос, технология. В смысле, что ответил. Я пошел, конечно. А почему я тебе же хотел? Вот, например, сейчас в России пошел новый тренд. Большое количество русских людей принимают ислам. Взрослое поколение бьет тревогу. Как так? Особенно делают молодые девушки. Здесь даже близко касаемся позиции личной ответственности за свою жизнь. И если мы это не будем понимать, то мы не сможем ни на что повлиять вообще. Истинное знание, оно всегда едино, оно стройно, оно понятно, и оно не имеет никаких прогалов, белых пятен и пробелок. И то, что я сейчас говорю, я вам рассказываю не то, что я придумал, я рассказываю то, что я увидел в природе, то, что я увидел в жизни. Нужно просто внимательно смотреть. Это может увидеть каждый. Что такое? Молодые девушки принимают ислам. Ужас. Мы же русские люди, мы право, почему? Почему? Потому что сами позволили страну в прошлом столетии уничтожить. Позволили развивать начало этого столетия, когда семьи нет, родственников ни у кого нет, тепла нет, добрососедства нет, социальной защищенности нет, ничего нет. Вот обычная русская девочка, она выходит на улицу, что она видит? Пьянство, бандитизм, серое небо, все страшно, все небезопасно. А тут вот есть ислам, есть всевышний, есть очень дружные люди. Да? Ты можешь, вот с точки зрения русской девочки, у которой нет родственников, нет крепкой семьи, для нее ислам это лучший выход. Здесь все, она приобретает здесь братьев, сестер, учителей, всевышнего, семью, все, понимаете, и здесь самое тупое, что можно сделать, это прийти к выводу, что нужно просто запретить ислам в России. Нет. Вот яркий пример, у меня недавно, ну не недавно, уже много лет назад, 5-6 лет назад, сестра хотела уйти в православный храм. Она хотела уйти в православный храм монахини. Вообще, с концами, то есть не в храм часто ходить, а вот уйти все из, так называемой, мирской жизни, сложения к Богу. Ее родители были в шоке. Ее родители были, ну все там, мы найдем этих попов, этих священников, мы их там, все, все с ними сделаем. А я им говорил очень простую вещь, я им говорил, вот, ну это не лепо, вы оставили машину на улице с открытой дверью, с ключами в зажигании, заведенном, отошли и смотрите из окна. Подходит человек, садится и пытается уехать. Вы выбегаете, начинаете кричать, нападать, и говорите, ах ты, пидорас, как ты поспал себе свою машину, ты урод, ты гандон. Вы его еле-еле прогоняете, если у вас это даже получается, и вы возвращаете и опять за окна смотрите. А люди, вы поняли аналогию? Если ваш ребенок абсолютно с вами никак не связан, он бесхозный, вы его родили, выбросили в детский сад, из детского сада выбросили в школу, из школы выбросили в конститут, почему вы удивляетесь, что он находит авторитеты где-то снаружи, а вы ему нахуй не нужны? Здесь проблема не в том, что там в храме были нереальные манипуляторы, которые там смогли вытянуть. Нет. Они сыграли на том, на чем являлся проем этих родителей, что папа эмоционально внимания не уделял, мама не уделяла, родственники не уделяли, и она там находила все эти энергии. Она там все это нашла. Вы должны это все понимать. Это фундаментальные вещи, если вы не поймете то, что я сейчас говорю. Я совершал все прошлые трени, очень большую ошибку, что я старался как можно больше говорить о частном, о приемах, о способах, о методах, и полагал, что вот эти фундаментальные вещи, они и так всем понятны. Я пришел к выводу, что нет, пожалуй, я начну с фундаментальных вещей. Вот, например, то, что я сейчас расскажу, в том, Продолжение следует...